9 мая, День Победы. В нашей стране от мала до велика отмечают этот праздник. Особое внимание ветеранам. Они победили фашизм, послевоенные годы восстанавливали страну. Сегодня многие из них еще рассказывают горькую правду о войне молодежи. Война – это раны, смерть, потери, боль, страх. В годы Великой Отечественной на защиту Родины вставали совсем юные девушки, вчерашние школьницы, студентки. Они внесли неоценимый вклад в приближение Победы, смогли перенести все тяготы военного времени. Сказать слова благодарности каждому. 99-летнюю Ольгу Головкину, ветерана Великой Отечественной войны, поздравила руководство города. Ольга Кузьминична, как и многие ее сверстники, со сложной судьбой. 16-летней девчонкой добровольно ушла на фронт из Канска, что в Красноярском крае. Была прожектористкой в зенитной батарее в Сталинграде. За мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Это святой праздник, потому что мы с детства его отмечаем, мы много знали про войну, в отличие от уже современной молодежи. Это великий праздник, это праздник гордости за наших предков. После окончания войны вернулась в родной Каннск. Затем вместе с мужем-летчиком проехала весь Восток и Сибирь. А вскоре судьба направила семью в Бобруйск. В детстве было это просто бабушка и бабушка. А сейчас, когда ты понимаешь, что такое война, когда послушаешь ее и рассказываешь, что она пережила, когда ты понимаешь, что у нее за плечами столько много прожитых лет, сколько в ней мудрости, сколько, ну самое главное, силы духа, желание жить и бороться. И вот сейчас я на нее смотрю и думаю, какая же это сильная женщина. К сожалению, время берет свое, ветеранов с каждым годом становится меньше. Закаленные ужасами они и сегодня не теряют бодрости духа. А главное, все как один замечают, пережитое ими никогда больше не должно повториться. Спасибо, что чтят, спасибо, что поздравляют, спасибо, что уделяют такое большое внимание, что такая помощь от государства, от города, столько внимания. Ну, спасибо огромное. Нашим ветеранам очень большое спасибо за победу, которую они подарили всем. Мы очень рады, что живем в такое время. День победы – это для меня праздник большой. Какое-то самое ее поздравляю, у меня слезы шли, потому что вспомнил отца. Такие вот радостные. Хочу, чтобы было мир на земле, все, чтобы дети мои были, внуки его бегают мои, чтобы было все у них хорошо. Мы обязаны помнить подвиг, ценить смелость и неустанно благодарить за мирное небо над головой всех тех, кто пал во имя Родины и тех, кто сегодня еще с нами. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.